Пау! Хео, ребят! Сегодня мы будем снимать реакцию на бункер. Пятая серия тайна зомби-вируса. Ну что ж, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. Предыстория. Они собираются голосовать, выгонять ли тракториста с бункера, которого укусил зомби, или не выгонять. Но я думаю, что его нужно где-то запереть, связать и смотреть. Если он станет зомби, то выгнать его или убить. А если нет, то все, то круто будет. Ну что ж, берите чипсики, печеньки, чайочек, кофе, бутербродики, усаживайтесь поудобнее на диванчик и погнали смотреть. Так, ну что ж, ребят, у нас три варианта. Отпустить Никиту, убить Никиту или оставить его, для того, чтобы проверить, что же с ним случится. Да. Так, я думаю, здесь нужно будет голосовать. Нас, правда, четверо голосовать не так уж удобно. Вот, я после того, как мы сейчас все... Ну, реально не так удобно. Варианты проговорили еще раз. Все-таки соглашусь, наверное, с Виталием. Он предложил вариант с тем, чтобы оставить Никиту. Соглашаюсь. Вот, соглашаюсь. Его нужно или оставить, или уже на крайняк ставить на Дим Опят. Да, жестко, но по факту он уже будет мертв. И уже будет зомби. Это не человек. И посмотреть, что все-таки произойдет с ним. Возможно, еще кто смотрел предыдущие серии, возможно, что доктор всех нае... обманул. Обманул. Да. И наврал. И он здоров. А я все-таки удивлен, что вы такое предложили, потому что, ну, вы же обычно боитесь зомби. Я думал, вы будете, наоборот, чтобы его побыстрее выгнать или убить. Но вы предложили здравую мысль. Это реально хорошая идея. Доктор, я пытаюсь вас убедить, почему Виталий прав. Давайте. Смотрите. У нас есть живой человек, который скоро станет зомби, так? Когда он станет зомби, мы сможем взять у него немного вещества, ну, ткани. И мы можем смотреть, как он там себя ведет. Можем обливать всякой хренью, колоть его, чтобы увидеть просто, как от зомби избавиться. Обе не знают, что угодно, что вы смогли... Ну, да, звучит жестко, но по факту, ребята, это не человек, он уже мертвый. Надо просмотреть. Просто смотрите, что я думаю. Если взять у мертвого зомби, да, то, возможно, его данные будут отличаться, там, биологический материал или что-то еще. Вдруг о мертвого и живого все равно, ну, как это странно звучит, мертвый или живой, они и так мертвые, по идее. Короче, у живого мертвеца и мертвеца... По факту, да, они мертвые. Люди в них уже мертвые. Эта болезнь просто руководит телом. Все. А так, по факту, они мертвые. У мертвого мертвеца, возможно, будет отличаться биомасса. Понимаете, о чем доктор? Да, будет. Вы, в принципе, правы. Стоит, наверное, сначала взять биомассу у живого мертвеца, потом его убить и взять уже у мертвого. Не, ну, тут, по факту, голосование уже победили, потому что вот эта девка по-любому за Демастера. Вот этот чел тоже за Демастера. И, по факту, доктор против, ну, то пошел ты. Мертвеца массу, а ну, то что думаете? Ну, знаете, Константин, я все-таки согласен, это, конечно, небезопасно, но... Это же, это, живые мертвяки, они не умеют даже вот... Это же это, да, крутая мысль, доктор, ты просто топчик. Это же это, да, да, я тоже так думаю. Зомби, это зомби. Как вы можете такое обсуждать? Он, он же живой, вы что? Хоть и прилетите. Какой он живой? Ну, где он живой? Ну, по факту, где он живой? Его укусили. Он кидается на людей, он мертвый, он нихрена не понимает, он все, все. Все, телом руководит болезнь, все. По факту, это, прикиньте, вы умерли, вам встроили механизм в мозг, и теперь ваше тело само там ходит и так далее, но по факту вы уже мертвы, у вас нету, есть ваше тело живое. Это зомби, но он живой как-никак. Сашенька, я прекрасно понимаю ваше терзание душевное, мне тоже сейчас больно, мне тоже сейчас, сейчас, думаете, мне нравится принимать такое решение, я бы с радостью его отпустил. Ну, Сашенька, а потом... Да, согласен, но... Лучше не отпускать. ...пункера, когда мы будем выходить через неделю, месяц или два, вы будете разбираться с его зомби или кто? Или придется мне это делать? Я так понимаю, придется это делать? Нет, потому что Виталий боится зомби, доктор, щуплый он даже топор-то с трудом поднимает, А вы, я так понимаю, не собираетесь драться с зомби, правильно? То есть это придется делать? Нет, то есть в любом случае мне придется драться с Никитой, который станет зомби. Поэтому давайте так, отпускать его точно... Ну, я надеюсь, что он не станет зомби. Ну, реально, это очень жестко будет. Ну, в Демастера очень жесткие повороты сюжетов, но... Это очень жестко будет. Слушай, нельзя, но вы согласитесь, ребята? Ну, да, да. Ну, да, я согласен. Вот, просто так его убить сейчас, это будет немного жестоко, потому что он еще человек. Нет, ну, эта девка, конечно, она смешная, потому что когда выбирали, выбирали, извиняюсь, кто пойдет в бункер, а кто нет, ей вообще было плевать на тех всех людей, которые пойдут, и 100%, ну, окей, иди 100%, ну, 50% на 50% они умрут. Ей все равно, сейчас она... Ну, не, ну, типа, ну... Правильно. Все-таки убивать человека, это немного, ну, я на такое не способен, если честно. Но когда он станет этой тварью, будет тяжело, но это можно будет сделать. Сейчас я предлагаю пойти его связать и... Согласен. Наверное, вытащить все медикаменты и все, что у нас есть в медцентре, ну, чтобы, если что, он захватит эту комнату, чтобы нам было, ну, не жаль, где стоять там ресурсы. Блин, ладно. Доктор, пойдемте, я вам помогу отнести все. Можно ремешками, всякими ремнем так связать его, чтобы он даже не уходил. Виталий, вы лучше пока знаете, спаите за компьютером. А он будет в сознании или он вообще все... Собирайтесь в компьютерах немного. Да, в датан играл шарю, конечно. Ну, все, посмотрите, можно ли блокировать... Я просто не видел отдельные двери в нашем бункере. Может быть, можно заблокировать ингредиент двери с медицинским, и уже, чтобы не бояться за то, что он прорвется, пока мы будем спать и все такое. Понял. Хорошо, сейчас схожу. Круто будет, да. Хорошо, Сашенька, а вы тогда отдыхайте, вот. Сейчас, Сашенька, вообще... Нахрен вы вообще ее убрали в бунгер? Она только спит, отдыхает, спит, отдыхает. Все. Что нам пришлось выбрать... Если она ляжет спать, это будет где-то к 10-й серии. Помните, в первой серии она легла спать, проснулась в третьей серии, под конец уже. Такое решение... Сейчас снова, Сашенька, отдыхайте. Понимаю, вам очень тяжело, у вас даже с ним какие-то отношения вроде были, но... Они типа ее взяли как инкубатор для детей или что? Ну, можно как-то хоть немножко с сюжетом как-то схватить, что они вместе с Демастером и так далее. Нужно сделать персонажа живого. Она вообще типа... Ну, по факту, если она умрет сейчас, но мне кажется, большинству, кто смотрит этот сериал, будет плевать. Вот Трахториса реально жаль, а ее мы почти не видели, не слышали. Другого выбора просто нет. Ну, типа, реально без вариантов, извините, Саша. Да, я понимаю, хорошо. Причем микрофон у нее вообще отличный голос. Типа, почему не сделать ее в сюжете? Дыхайте туда, отдыхайте, доктор. Пойдемте, Константин. Да, пойдемте, нужно все это перенести. Да, давайте. Несколько часов. А покажите... Заманался. Наталья, я надеюсь, не помешал. Не, не, лучше бы ты на минут 15 пораньше пришел, еще бы помог бы. Смотрим, все перетащили, капец. Ну, да, я понимаю, но... В общем, Константин, я нашел кнопку, которая блокирует отдельные двери. Да, и что, есть такой функционал, да? Ну, смотрите, по факту, даже если двери так нельзя заблокировать, можно взять вот этот стол и в дверь так поставить, подпереть, можно так сказать, и все. Да, вот можно сейчас, смотрите, блокирую, получается, что там у нас, бойлерное? А, вот я вижу, погоди, я вижу, вот, смотри, на экране сейчас все у нас... О, уже все зеленое, помните, как все красное было, а теперь все зеленое. Все разблокировано, да? Если заблокируете, то будет красным, да, значит? Верно. Так, ну, пусть пока все будет зеленым. А, погоди, а дверь у нас... Ну, не знаю, можно было компьютеры какие-то интересные поставить, там, монтажа как-то сделать. Ну, да, это нужно запариться очень сложно, поэтому это тоже норм. Закрытая входная, да? В чем Демастер реально сериалы крутые делает, но... А, нет, просмотры нормальные, смотрите. Только почему не на основном канале, я не могу понять, типа, что он забросил основной канал или что? Все отлично, просто я не вижу... У него на основе 3 ляма и просмотры, там, 50к, 15к. Ну, по факту, 15к, это вообще маленькие просмотры, как у меня. У меня такие же на некоторых видосах. И, типа, почему сериалы там не снимать? А на этом снимать летсплеи, как он снимает. Все открыто. Так, смотри, мы здесь все передачали. Типа, такое. Ищите из медпункта с доктором, да? Угу. Ух, я запарился. Все медикаменты есть, даже, смотри, огнетушитель забрали, подумали, нафиг он там нужен, типа, этому зомбу. Ну, факт, да. Два огнетушителя в одном месте. Хорошо же, хорошо, лишним не бывает, блин. Ну, вот, смотри, здесь еще и лаборатория доктора. Отлично, Сашенька, кстати, легла спать, если что, поэтому потешит. Снова спать. Я выораю просто. Самая лучшая роль. Можно я сыграю роль Сашеньки? Буду спать все серии. Что там доктор сделал с нашим дорогим другом Никитой? Идем. О, доктор. О, блин, Константин, напугайте так меня. Тихо, тихо. Здесь же Сашенька спать. Сашенька спать. Сашенька, опять заснула. Это пройдемте. А, нет, 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 нет. Что там сейчас с Никитой? Смотрите, я на всякой честь сделал так, чтобы он... Эм. Эх, ха. Ну, сильно, сильно, окей. Сухиня смог, завязал его полностью. А, завязал его прям хорошо. Молодец, доктор, молодец. Ну, я... Разбудите его. Так, разбудите его. Или он будет спать? Там ничего не забыли, случайно. А, нет, не, там все. А, нет, там все пусто. Просто я думал, это там потайная комната какая-то. Ящик остался. Смотрите, кажется, он... Кажется, он очнулся. Только что двигал головой. Может, он уже зомби, слышишь, доктора... Может, что пока уйдем отсюда? Давайте оставим его на денек-другой и подождем, пока он обратится. А есть все... Ну, хотя, в принципе, если он и так крутится в зомбика, зачем он мой? Давайте тогда, это, час, час будете... Каждый час его сможете проверять, доктор? Да, конечно. Потом поменяемся, потом поменяемся. Ну, можно общаться с ним. Было бы круто пообщаться, так. Что будем делать, если он еще не превратится? Будем его кормить или... Ну, да, да, но я, наверное, будем кормить, но... Что кормить? Ты нафиг? Ну, это реально жестоко. Позорок начался вирус, прошло несколько дней, и уже появились зомбы вовсюду, да? Вот. Поэтому, я думаю, пара-тройка дней мы точно знаем. Если через 3-4 дня ничего не произойдет, то нужно будет уже думать, что с ним делать. Потому что, ну, вдруг... Это, конечно, очень странная теория. Вдруг, ну, через укус не передается. Ну, или вдруг доктор... Ну, хотя, да, да, я фильм посмотрел, знаешь, что, типа, это зараза. И плюс моего друга, помните, в начале Андрея, да, мы его оставили. Ну, да. Из-за того, что его зомби покусал. Если выяснится, что... Если выяснится, что через укус... Блин, это вообще такой поворот сюжета будет. По факту он друга оставил. А выяснится, что... Через укус не передается. Значит, друг живой. Вау. Передается, я пойду на поиски своего друга. Доктор, вы меня уже не остановите. А у меня тогда другой вопрос. Ну, пока он человек, его кормят человеческими... Не, ну, по факту, название серии... Тайна зомби-вируса, значит, он умрет. Жаль. Сюжет был крутой. Все надлежит, ничего не делает. Чуть-чуть, чуть-чуть, окей? А, хорошо. То есть, уменьшить порции, понял. Да, 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 да. Ну, я думаю... Вполне разумно, потому что, ну, если он станет зомбу, то еда получается в никуда пошла, сами понимаете, да? Ну, да. Тоже верно. Все, хорошо. Я пока пойду за компьютер, заблокирую двери. Давайте. Окей. Сделайте что-то с Сашенькой, там, кофе заварите ей. Но только спит. Пойду, что я расстаюсь. Как-то в сюжете ее упускайте. Они не выпускают ее в сюжет. Скучно немного. Ну, медикаменты, вы здесь посмотрите, доктор, да? Вашу лабораторию тоже перенесут. Сделайте Сашеньку девушкой демастера. Круто будет. Видите, все в порядке? Да, да. Я тут... Так, хорошо. Закрыть дверь. Ага, вот, нашел. Так, прошло еще несколько дней. И что, и что, стойте, стойте, и что же будет? Мы следили за Никитой и старались один раз в день кормить его. Этим занимался доктор. Виталий давал ему продукты, а доктор кормил его. Никита так и не обратился в ЗОР. Блин, ребят. Если это реально, это будет просто. Ребята, прошло уже 5 дней с тех пор, как укусили... Не, не отпускайте. Ну, нужно хотя бы месяц. Ну, вы рофлите. Типа... Никиту, я вам все еще человек. Я считаю, что нужно с ним что-то делать. Нужно что-то решать. Что думаете, доктор? Может, все-таки стоит его отпустить? Не, ну вы рофлите. А если обратиться, и вас всех поджирает... Вы с ним говорили вообще? Да, я говорю. Он, в принципе, нормально говорит. Адекватно общается? Адекватно? Да. Ну, немного изменился с прошлого случая. Ну, помните. Ну, вы с ним теперь подружились, так понимаю, да? Ну, как минимум, не бычет. Ну, ладно, хорошо. Вы, кстати, не видели мою шляпу? Вашу шляпу не видел. Виталий? М? Вы что думаете? Блин, ну это жестко будет, ребят. Прикиньте, он просто друга оставил. И все. Блин, ну это жестко. Отпускать, не отпускать. Вдруг этот вид разумного злобия пойдет у нас. Он еду обычно ест, доктор? ЖС, да? Ну да, все съедает. Все, блин. Я не знаю, ребят. Серия пока что идет. Пока что серия идет. Значит, все-таки он обратится. Ну, можно подождать еще пару дней? Я просто переживаю. Я просто боюсь. Я не хочу умирать, знаете? Я тоже боюсь. Короче, у меня есть идея. Мы можем подождать пару дней и посмотреть, что произойдет. Если не произойдет ничего, тогда он... Как часто он просыпается, доктор? Ну, всегда, когда хочет кушать. А так... Ну, я ему даю там, это, кубик-рубик, что у меня был. А вы его уже развязали? Руки? Да, нет. Только когда он кушает, я все-таки его развязываю. А, я думал, вы сами его кормите. Ну, вы аккуратнее, доктор. Аккуратнее, друг. Я аккуратнее, я ему только руки. Ну, то есть кисти развязываю. Кисти-то у него свободно. А вот сами руки-то, по-моему, завязаны. Но, Виталий, просто мы уже несколько... Мы уже 5 дней, считайте, ждем и... Ну, ничего не происходит. Ну, 5 дней это мало. Стойте, 5 дней это мало, по факту. 10 заключительных дней. Неделю, вы просто неделю, да, хотите, чтобы прошло, да? Да. Не, ну как... Ну, месяц, хоть. И посмотреть, что точно с ним произойдет. Хорошо, ладно. И тогда уже будем делать выводы какие-то. Хорошо, Виталий. Ну, ладно, 2 дня, доктор, верно? Да, 2 дня. Кстати, Константин. Да, да, да. А где топор, кстати? В тот момент, когда на него напал зомби, я вот этой вот арматуриной раздолбиновую башку вот, и у меня было мало времени, я боялся, чтобы облизить еще другие зомби, и я просто схватил... А, да, топор оставили, все. Дальше уже, что сами знаете, топор там все еще валяется. Да, жаль. А чем нам броняться? А вдруг он все-таки реально превратится? Так, хорошо. Согласен, это очень печально будет. Я предлагаю, что же, я пойду посмотрю по камерам, если зомби нет, давайте так, я выберусь наружу. Доктор, вы стоите на двери, я постараюсь забрать топор и посмотреть, что там есть еще. Хорошо, а если тот же зомби все еще валяется мертвый, которому я раздолбил башку, да, тогда я могу еще взять образец, если вы не дадите колбочку. Да, как раз сравниваю с кровью, получается, Никита. Виталий, вы только не переживайте, вы будете снизу на дверях на компьютере, на камере, и на, если что, автоматическое закрытие дверей, окей? Фух, хорошо, но... Константин. Да. Константин, если я услышу ваш крик, поверьте, я и закрою дверь. Даже... Ну, если закроете дверь, не отходите от неба, потому что вдруг со мной ничего не случится, я просто буду включать и убежать. Ну, это да, но если я вижу то, что вы ранены, вас укусили, как бы... Книките меня просто киньте, и все. Что кинуть? Книките меня просто киньте, и все, если меня... Что? Меня укусит. Ладно. Потому что мы ее не знаем... Что? Стойте, я не услышал. Ки-ки-ки-ки... Что кинуть? Да, я начинаю уже сомневаться, что через укус что-то здесь передается. А если Константин... Стойте, что кинуть? Я не могу... Киняки? Что это такое? Стойте. Напишите в комментах, что он сказал, я что-то... Киняки на укусят, доктор. Мы его бросим к Никите. Никита... А-а-а, к Никите! Обращается. И Никита разрывает Константина на кусочек. Так если он обращается, значит через укус все-таки вирус передается. И все, значит я тоже обращусь. Будет выгодно меня тоже убить. Забей, Виталий. Все, ладно, давайте, пойдемте. Топор нужно действительно забрать. Так, подождите, сейчас посмотрю по камерам, есть ли там шим будет у нас во дворе. Так, ага. Не, ничего не вижу, Виталий. Вы что, видите? Вроде бы нет. Пустота. Ну да, нет, но зомби здесь нет. Было бы еще... Хотя нет, я вижу что-то. Что, 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 что-то? Деревья. А, пол... Да, Виталий! Что здесь дискисад, а? Простите, я не мог не пошутить на эту тему, потому что... Ну, такой... Арбатурина, и давай, на! Ситуация, юмор, вон... Какие шутки? Ну, да, простите. Ладно, я пошел. Прикройте меня, доктор Виталий, вы на двери. Так, если от укуса не передается, все. Можно вообще не переживать. Вот реально. Типа все. Если от укуса не передается, это кайф просто. Хорошо. Так, давайте, доктор, пойдемте. Это самый лучший зомби-апокалипсис, потому что... От укуса не передается, бояться нечего. Можно херачить их всех. Не будет, как тут случается. Ой-ой-ой, доктор, я на самом деле тоже переживаю, но я вообще не понимаю, как на Никиту. Может, зомби просто на него напал из-под тяжка как-нибудь, без палива, я не знаю. Я тоже думаю... Из-за меня напал зомби, я бы легко все справился. Пока он был отвлечен за Никиту, я, ну... На самом деле, убить зомби, я думал, будет гораздо сложнее. Но даже такой тупой марматуриной, я быстро разбил его башку. Видимо, из-за того, что плотина постепенно размягчается, да? Ну... Легче гораздо пробивать, ну, типа, чем обычный человек. Я так думаю, я обычного человека никогда не ломал голову, вы не подумайте. Так, мы проели, Виталия. Мы подумали уже. Он же вроде бы был охотником. Кто? Никита? Да, может, просто напали из-под тяжка, может быть, просто он растерялся или запаниковал, но он же тоже человек, неизвестно, что с ним могло случиться. Хорошо. А возможно, что он тоже наврал, типа, что он, типа, охотник. Я еще в первой серии говорил, что что-то я ему не доверяю. Вы у него спросите вообще, что произошло в следующий раз? Так, он мне там рассказывал. Говорил, что я смотрел, там, оглядывался. А потом, опа, и сзади меня там подходит. Ну, это мало. Сиди, иди, 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 недалеко не выходите, доктор. Ой, свежий воздух, наконец-то. Блин, в прошлый раз, когда вы так сказали, были проблемы. А, вы мне кубочку-то дали или нет? Не дали, доктор, ну вы что? Давайте тогда это. Ждите здесь, сейчас принесу топор, и потом проверю этого зомби. Балалал, просто трешите. Да руку долго. Руку у тебя отрезать, ты что, прикалываешься? Хотел палец. Хотел палец. Так, умер, лежит доктор. И ты там с ним нож. И я вижу топор. Нож. И топор будет. С другой стороны, грустно, чтобы не зажарить. С этой стороны. Не, никого не вижу. Кажется, зомби больше нет. Чисто. Но, лучше, конечно, это, не рисковать здесь. Капец, уже воняет так как. Блин. О, боже, так. И какая же все-таки тайна в зомби. Хм, странно, он достаточно чистый для ножа, который был в башке у зомби. Да. Так, еще топор нужно забрать. Так, здесь никого нет сначала, проверим. Ох, не, не, все, все, спокойно, все в порядке. Страшно. Давайте заберем топор. Опа. Отлично. Так, 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 отберите. Оборачивайся назад. Вот отсюда можно взять немного жидкости этой. Нужна колбочка. Доктор. Я забрал топор. Что? О. Давай, давай, проходите, проходите, проходите. Закрывай дверь. Фух. Вроде все чисто. Так, смотрите, доктор, я с находками. Топор. Нож. Топор и нож. У нас опять есть это, ну, оружие. Палец. Палец? Да я не стал рубить ему палец, это мерзко. Давайте в колбочку, я схожу еще раз. Так, где там? Еще раз, это же слишком опасно. У меня появилась вообще отличная идея. Я предлагаю, раз у нас сейчас нет вокруг нашего бункера зомби, можно, раз у нас есть топор, я буду выходить и под вашим присмотром рубить ближайшие деревья. Потому что нам нужен этот ресурс, из него можно будет сделать какой-то чистокол, копья, ну, оружие, луки, дерево. Блин, дерево нужно. Я понимаю. Нужно, что кто-то залез на бункер и следил вокруг, если идут ли зомби, и если есть, то кричал мне, мы спускались. Я все-таки думаю, что нужно подождать, узнать, можно ли превратиться в зомби от укуса, и тогда уже идти рубить деревья. Мы запрыгивали в бункер и закрывали за собой дверь, вот только так будем действовать, хорошо, доктор? Да, но боюсь, что Виталий может паники, что-то лишнее. Поэтому вы, вы поете со мной, а Виталий останется здесь, хорошо? Да, пусть я туда следит за... Виталий! Виталий! Да, я тут. Все, смотрите, напор у меня. Ну, отлично. Сейчас еще пойду, заберу немного жидкости с этого зомби. Жидкости? Воняет ужас. Мертвый зомби воняет даже жестче, чем живой зомби, честно вам скажу, Виталий. Хорошо, хоть я... Смотрите, ножик еще ваш здесь. О! Вы уверены, что хотите его оставить? Да почему нет? Так, хорошо, доктор. Что это такое, держите? Колбочку? А, колбочку, да. Давайте, давайте, давайте. Вот это он держит, конечно, просто. Идеально. Вот так вот, вот так. Я держу. В воздухе. Хорошо, спасибо. Так, ножик, вот давайте вам передам. А, давайте положу куда-нибудь лучше. Вот, наверное. Да, мы же выходим как-то. Ну, топор я, наверное, лучше оставлю с собой. Арматурину отдам как раз-таки Виталию. Виталий. А для чего? Моя для вас подарок. Так нет, арматурина, она очень крутая. Ножик бы отдал кухонный какой-то. Арматурина, да. Она теперь ваша, забирайте. Ага, отлично, Виталий. Отлично, спасибо. Так, я сейчас пойду на свежий воздух. Мне нужно взять немного в колбочку, ну, это, биовечества. Снова красная хрень вот горит. Прикол. Зомби для доктора. Зомби для доктора. Так что дверь не закрывайте пока что. Хорошо, вы срались его мочу брать? Что там Виталий сказал, я не расслышал. Мочу. Зомби. Не мочу. Все, доктор, пойдемте. Так, там у него мозг раздроблен. Доктор, вам вообще какую часть, типа, можно просто в тучек мозга я в колбочку закину и все нормально будет? Ну, раз рядом нет других живностей, я думаю, я там еще что-то свои возьму. Все, вы тоже со мной поедете? Ну, я же буду следить все-таки, чтобы они подходили. Хорошо, доктор. Так, я думаю... Давайте я вот здесь подсажу, вы залезете на бункер вот тут. Смажите, доктор. Давайте. Блин, доктор, вы такой щуплый. Давайте вот лучше, может, здесь попробуйте залезть через этот. Кстати, а что тут делать шиной, интересно? Ну, не знаю, может, что-то делал с детства моего друга. Аккуратненько давайте. Доктор, а где там сверху? Ого. Да тут просторно, кстати. Есть вокруг зоби, можете посмотреть? Может, что-то на бункере сделать, кстати, прикольно будет. Так, ладно, я пока наполню колбочку. Нет, Константин, нету. Все, все, хорошо, доктор, следите. Тут, кстати, это, какая-то вышка. Доктор, я собрал. Давайте сюда. Хорошо, помните, говорит, что у нас рация не работает. Быстрее, доктор, я не хочу здесь оставаться так долго пока что. Ладно, давайте. Давайте сюда, доктор, давайте. Вот, забирайте свою колбу, теперь смотрите. Потом ее обследуете. Я думаю, что тут дерево очень сильно мешает нашему обзору. Я прямо сейчас попробую его немножечко распилить. Ну, поломать. Так вы же хотели уже вернуться. Да, пофиг, я подумал, все равно зомби пока нет. Ну, когда еще такая возможность будет? Если, конечно, на шум они слетятся, тогда быстро забежим в бункер и распрячемся, правильно? Ну, это да, с полной с вами согласен. Так что залезьте вот сюда вот наверх и осматривайтесь вокруг, пока я буду заниматься... Что только слез? ...на, так сказать, работой. Весь этот день я потратил на то, чтобы убрать это дерево перед бункером. Доктор мне помогал, следил, чтобы зомби не пришли. Я переживал, что зомби сбегутся на шум, но они не приходили. Но этот день подходил к концу, а я таки не успел полностью убрать отсюда это привод. Константин, вы не думаете, что это уже как-то поздновато? Уже сколько часов-то прошло? Может, пройдемте... Док, а ты прав. Я вот устал совсем. Давай возвращаться домой. Завтра уже доделаю свою работу. Это, кстати, третий бункер. Значит, здесь еще есть одни. Вот, 0.03. По факту, значит, еще есть какие-то... В этой области. Ох, доктор устал. Сейчас бы не отказался от вкусного... Согласен. Местца тушеночки, может, говяжьего просить, а, у Виталия. Так, опа. Виталий! Че-то вы долго там. Да, че-че-че. Ну ты, Виталий, уже такой... Глазаа! Мои глаза! Мы там работу какую сделали. И в конце, наверное, будет выбор... Оставлять ли тракториста или не оставлять. А вот это дерево почти, завтра его дорублю. Я уже боялся, вы не вернетесь. Да, че. Камера тоже видел, все в порядке с нами было. Доктор, кстати, сверху сидел, ты его не видел. Он на бункер залез, вот так вот. Ага, понял. Так, ну шо, генетический материал, доктор, у вас есть? Вы, наверное, будете его исследовать или будете отдыхать? Да, буду исследовать, но... Исследовать, да. Еще бы покушать и... Виталий, давайте, че-нибудь там сделайте. Мы сейчас поджрем, а завтра дальше снова за работу. Ммм, сделать покушать? Ну ладно, пойдемте на кухню, господа. Я и щицу с тушеночкой можно. Уу, да, работаю за три дня. Это уже следующий день, да? А, три дня? Я проделал дофига, но зато здесь стало... Вау! Теперь у нас есть... Древесный ресурс. Так много! А, да, что доктор? Я это, еду принес. Еду принеси? Давайте сейчас... Ща поднимусь. Хорошо, что мы сделали лестницу. нормально борщица не а то это яичко сосисками приходил яйца достал где он сосиски достал он не сказал более капец я не знаю яйца яйца не уже месяц и полтора сухому же неважно давайте смотрите он из тушенки сделки того что это стоит но это очень круто ладно ой я приятного вам желаю доктор и вам тоже константин да я здесь все забил до отказа нужно собираться доктор да блин до мастера бывает микрофон так странно подлагивает то громко то очень тихо как ты скачки такие прям жесткие у меня таких скачки скачков нету нет у меня прям ровненькая полосочка так идет пойдемте нужно поговорить прям у тебя очень-таки принять решение будем принимать решение ну я с ним общался я ему даже уже разрешаю это я на уже руки связал думаю кисти уж как-то мучительно ему кушать так хорошо я думаю с нибудь все порядке видимо это правильно мы это сделали что прислушались к виталию правильно я я говорил что его нужно оставить они убивают рил данные ну образец получается зомби и его образец и понял одну вещь что там как у него так и образца есть вирус а то есть какие-то есть и народные тела которые новые а вы свои образцы проверяли свою кровь или так что тип того да нет все ну проверьте тоже вдруг этот вирус есть у нас познай ну блин смотрите если никита с этим вирусом как-то живет и продолжает существовать и думает то возможно этот вирус передался ему и до укуса а вы доктор не думали проверьте свои анализы возьмите у меня у сашеньки и у всех возьмите анализы хорошо доктор да давайте да нужно так далее должен быть на камеру виталий виталий уже настолько сильно вот за те три дня охренел посмотрите с камер ушел да я вижу они где-то закрыли да так давайте это пройдяще сам закрою наверное дверь бункер так все закрыли какого черта виталий вы чё с камер то ушли сажигает здравствуй ну в туалет то можно о пускай проснулась сколько дней спала 4 нормально есть что обсудить дали тут тоже присаживайтесь давайте все садим нас за стол запрения кушая нужно решить несколько вопросов дорогие друзья в общем пока что не нужно решать потому что стойте вы не проверили себя есть ли у вас вирус возможно вирус мутирует через месяц как вы знаете последние три дня мы с доктором часто находились снаружи бункера и это немного очистили перед ним территорию я так сказать рубил доктор контролировал да доктор да константин вот и сейчас у нас нужно принять два решения первое паникита трактористом я один уже ну тяжело рубить деревья мне кажется мне бы второй человек не помешал а он вполне как говорит доктор выглядит нормальный человек да доктор ну не говорю так и есть вот поэтому я думаю что нужно решение первое отпустить его или же нет ну типа оставить его дальше мы присмотрим еще на какое-то время за это будем голосовать поставить и второй вопрос я нарубил достаточно древесины для того чтобы сделать какой-то апгрейд для нашего бункера либо же потратить эту древесину на какие-то копии или что-то еще но у меня есть несколько вариантов я уже почитал количество бревен и полешек которые у меня там получились можно сделать вокруг бункера частичный чистокол не полностью конечно ну то есть чтобы возможно защищать это будет круто за с небольшим забором ну то есть это уже будет это препятствовать движению зомби да либо уже начать делать какой-то огород то есть оградить территорию рядом с бункером вырубить еще некоторые деревья мне лучше и подавить время и ресурсы на то чтобы сделать защищенный огород куда не будут проходить звери тортать его и так далее где мы будем высаживать какие-то культуры в целом если никита выйдет то это опять же тоже будет плюсом но затем не поможет вот ну либо же потратить часть ресурсов на оружие но хотя мне кажется можем нарубить и сделать копья или что-то еще просто нужно обрять решение чем будем заниматься на следующей неделе типа огородом получается чистоколом и забором или же оружие копья стрелы и все остальное нужно принять решение от по этим вопросам так что ребят давайте прямо сейчас будем голосовать прямо сейчас в моем телеграм-канале будет 2 голосования это конец поэтому ставьте лайк подписывайтесь на канал комментируйте ну что сказать серия была очень интересная прям очень мне понравилось я такое решение принимаю что нужно проверить совсем если у вас всех есть вирус значит отпускаете тракториста потому что он по факту заражен ну и вы все зараженные ну как-то как-то живете а что по типу строить ли огород и как это забор или делать копья конечно же строя забор и огород потому что это будет разумное решение ну а все решения ну вы можете тоже накидать какие-то идеи принимать решение пишите все в комментариях ну что ж а на этом все я иду делать реакцию на следующую шестую серию всем хорошего настроения всем пока не скучай